Здравствуйте! На 12-м канале «Час новостей» в студии Денис Жарков в этом выпуске. Препараты с доставкой на дом из-за пандемии коронавируса лекарства из аптеки будут привозить курьерские службы. Асфальт как вспаханное поле. Дорожники проверяют городские магистрали, когда начнутся гарантийные ремонты. Экономичные и экологичные из Омского райцентра будут ходить новые автобусы, работающие на метане. И вызов принят. Принимает вы вызов по правилам ММА. Омский шторм готов к поединку с Александром Емельяненко. Губернатор Александр Бурков ввел ограничения на мероприятие с участием больше 50 человек. Ранее максимальное количество собравшихся ограничивалось тысячей. Решение принято, чтобы исключить все риски, связанные с распространением коронавируса. Губернатор отметил, цитирую, «неважно, есть коронавирус или нет, не питайте иллюзий, что это беда не наша, а других регионов». В омских театрах в связи с новым ограничением будут проводить преимущественно спектакли малой формы и контролировать продажу билетов. Это же касается и музеев. Здесь все мероприятия теперь проводят не более чем для 50 человек. Тем временем больных коронавирусом в Омской области по-прежнему нет. Ситуация спокойная. Это свежие данные Минздрава. На карантине сейчас 3 160 человек. Еще 23 лечатся от ТРВ в инфекционной больнице. Шесть человек находятся в обсервации. Она полагается тем, у кого нет возможности для самоизоляции на дому. Всю информацию, связанную с коронавирусом, можно уточнить по телефону горячей линии регионального Минздрава. Ее номер на ваших экранах. В России же, по последним данным, за сутки зарегистрировано 57 новых случаев заражения COVID-19. В стране сейчас 495 заболевших. Об этом сообщает оперативный штаб. Депутаты Госдумы на фоне мировой пандемии хотят ужесточить наказание за нарушение карантина. Новый законопроект рассмотрят уже сегодня, а принять его планируют на следующей неделе. Согласно документу, минимальный штраф составит 1 миллион рублей. Такую сумму придется выплатить тем, чья обеспеченность привела к массовому заболеванию людей. Если же несоблюдение санитарных норм повлечет за собой смерть человека, преступнику грозит 5 лет колонии. Погибнут вы или больше, в тюрьму отправят на 7 лет. Сейчас контролируют соблюдение домашнего карантина участковые. Они должны ежедневно обходить квартиры, сообщать в Роспотребнадзор о тех, кто не открыл двери и уполномочены возбуждать административные дела. В связи с пандемией коронавируса лекарства в России будут доставлять на дом курьерские службы, как продукты из магазинов или еду из ресторанов. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Сейчас законопроект проходит второе чтение в Госдуме. В него хотят включить лекарства, выписываемые по рецепту, но лишь некоторые. В онлайн-продаже безрецептурных препаратов входит в список мер по борьбе с коронавирусом. В омских аптеках к такой форме работы готовы. Заказать лекарства через интернет уже можно, правда, получать их пока приходится лично в аптеках города. У нас активно действует сайт бронирования лекарственных препаратов. Онлайн-заказы также работают через определенные сайты аптек. Просто нет курьерской службы. Я думаю, в этом никаких проблем не будет. То есть согласованность с врачами, у нас всегда есть связь. Если что-то будет с рецептами связано, то я думаю, что это вопрос решаемый. Либо будет курьерская служба, либо мы будем создавать свою курьерскую службу. То есть этот вопрос на стадии разрешения. Церкви из-за пандемии коронавируса работают по-новому. В православных храмах перешли на одноразовые расходные материалы. Например, во время проведения таинства вместо общей кисти используют ватные палочки. А запивку после причастия раздают в посуде, которую после выкидывают. Также в церквях рекомендовано воздерживаться от целования чаши и рук. Тем временем патриарх московский в Сеяруси Кирилл заявил, что появление коронавируса должно помочь людям понять, что человеческая цивилизация находится в большом кризисе, цитирую, связанном с самоуверенностью и гордыней. Патриарх призвал верующих четко соблюдать все миры предосторожности в связи с пандемией. Сегодня, соблюдая все необходимые санитарные правила, ни в коем случае не игнорируя эти правила, как иногда делают люди зловредные, но именующие себя верующими, заявляя, что где же вера наша, если мы боимся инфекции. Какой-то один мудрый человек, отвечая на эту нелепость, сказал, а ты перекрестись и спрыгни с пятого этажа, ведь ты же этого не сделаешь, уповая на свою веру, почему ты сейчас людей подталкиваешь к тому, чтобы они нарушали те правила, которые нужно исполнять, ссылаясь на веру. О необходимости выполнять ужесточившиеся санитарные правила верующих призвалы митрополит Омский Таврический Владимир в эфире программы «Благовест слова пастыря» на 12-м канале. Владыка отметил, те, кто боится заразиться, могут пока молиться дома. Для тех же, кто все-таки планирует посетить храм, созданы все условия. Если у вас есть такие мысли, что боитесь, что вы заразитесь, то не надо пойти прочищаться лучше. Надо подумать, как что-то есть. То, что есть сейчас, практикуют у нас, да, практикуют. Пожалуйста, я делаю, что после каждого там лежит, что там макает в спирт, потом вытирает ее. Но такое не было принято. Ну, раз есть таких требований, у нас в соборе, вот, допустим, я благословил в соборе. Владыка, ну, мерой предосторожности, я знаю, что, допустим, запивка для причастия, одноразовые стаканчики. Так нет, но это, пожалуйста, это можно делать. В мусульманское общение предложили закрыть мечети на карантин. Об этом заявил Верховный Муфти России. Ранее в Духовном управлении мусульман рекомендовали верующим избегать рукопожатий и приветственных поцелуев, строго соблюдать все рекомендации и ограничения властей, а также воздержаться от паломничества за границу, пока ситуация с распространением коронавируса не изменится. Хоккейный клуб «Авангард» объединил сразу две самые обсуждаемые в мире темы. В один ролик. Группа поддержки «Черри» и хоккейный комментатор 12-го канала Максим Гречанин поддержали танцевальный флешмоб у на Vision Challenge и рассказали о необходимости тщательно мыть руки с мылом, пользоваться антисептиком и защитными масками. Всего за сутки ролик «Авангарда» стал вирусным и набрал уже почти 40 тысяч просмотров. Напомню, ранее мы рассказывали о том, что «Уна-челлендж» также поддержала команда «Нашего утра» и президент «Авангарда» Максим Сушинский. К другим темам. Омские дорожники начали масштабную проверку магистралей. С приходом весны асфальт на множестве городских трасс в ямах и трещинах. В этом году дорогам особенно досталось. Покрытие серьезно пострадало из-за капризов погоды. Комиссия уже осмотрела 20 улиц. Речь о магистралях, у которых осенью истекает гарантийный срок. В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» не были отремонтированы в 2016 году. В ближайшее время подрядчикам направят акт о выявленных недочетах. Все претензии выставляются подряд на организации. Срок устранения предписания порядка 30 дней. Поэтому, ну, естественно, в зависимости от погодных условий. Поэтому потом будет повторно проведено обследование по устранению этих замечаний. Некоторые организации в добровольном порядке устраняют все эти замечания, проливаются и трещины. Есть организации, которые отказываются в добровольном порядке устранять замечания. Хочу сказать, по 93 уже объектам поданы исковые претензии. Среди таких проблемных улиц, где дефекты будут устранять по решению суда, интернациональная степанца. На асфальте множество неровностей, размер калий превышает все допустимые нормы. Исправить недочеты подрядчики должны были еще два года назад. Но пока работы так и не выполнены. Особое внимание уделят и проспекту Маркса. Всеводорожникам предстоит проинспектировать 150 улиц. Проверки будут идти до 15 апреля. Райцентры станут ближе. Омская область получила 10 новых автобусов, работающих на природном газе. Новые пазы будут возить пассажиров по регулярным межмуниципальным маршрутам, связывающим Омск с Кормиловкой, Крутинкой, Шербакулевного, Варшавкой, Тюкалинском и другими районами. Торжественная церемония вручения ключей от новой техники прошла сегодня на автовокзале. Автобусы работают на метане. Экологичное топливо не только позволит снизить количество вредных выбросов в атмосферу, но и сократить затраты транспортного предприятия. Метан в три раза дешевле бензина. Компания «Омск-Облавтотранс» сегодня перевозит практически 5,5 миллиона пассажиров в год. Это действительно большое количество пассажиров. И нам необходимо, конечно же, обезопасить сегодня пассажира за счет обновления транспорта. Автобусы, которые мы приобрели, это на метане. В итоге у нас в компании «Областной» уже 75 автобусов на метане. Это вопрос экономики. Сразу затраты на топливо снизились. Это вопрос безопасности и вопрос экологии. Машина новая, хорошо. Машина эта хорошо чем? Для водителей, что безопасность движения. Для пассажиров, что комфорт. В наше время должно быть все комфортно, чтобы пассажиры были довольны поездкой, чтобы претензий к шоферу не было никакого. Ну и тем более, как говорится, к организации. Сотрудники Омского управления ФСБ накрыли сразу несколько подпольных предприятий, которые специализировались на производстве и сбытии контрафактных сигарет и алкоголя. Как водку делать? Какой спирт берете? Вот берем из баклашек спирт, заливаем в бочку, размешиваем водой и разливаем в бутылку. Ну сам-то пьешь такое? Нет. В Василькуле ликвидировали целую сеть, торговавшую поддельным алкоголем и табаком, изъято свыше 6000 литров спиртного и 79 тысяч пачек сигарет. А в Омске накрыли подпольный цех, где разливали паленый алкоголь. Предприимчивые бизнесмены продавали свой товар не только в Омской области, но и в других регионах. В подпольном цехе в городе Омске сотрудниками управления изъято свыше 7000 единиц готовой контрафактной алкогольной продукции, оборудование для ее производства, сырье, более 14 тонн спирта, а также около 40 тысяч пустых бутылок. Мощность линии позволяла производить ежесуточно около 6000 единиц готовой контрафактной алкогольной продукции. Сейчас устанавливают всех причастных к нелегальной деятельности. Образцы изъятой продукции направлены на экспертизу. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел. Рисунки маленьких и мечей могут появиться на почтовых открытках и марках. Начался прием заявок на Всероссийский конкурс детского творчества, организатор которого фонд Андрея Первозванного. В этом году состязания юных мастеров кисти посвятили главным событиям Великой Отечественной войны. На бумагу ребята перенесут портреты фронтовиков и легендарные сражения. Картины и анкеты принимают по электронной почте, которую вы видите на своих экранах. Также к письму нужно прикрепить согласие на обработку персональных данных. Заявку можно подать до 17 апреля. Соревноваться участники будут в трех возрастных категориях. От 6 до 9 лет, с 9 до 14 и с 14 до 18. Финалисты и победители получат дипломы, а самые лучшие работы украсят почтовые открытки. Согласен сражаться только по правилам ММА. Омский шторм ответил на вызов Александра Емельяненко. Накануне российский боец смешанных единоборств в Инстаграм предложил коллеге сойтись в поединке. Причем он напомнил, что речь о встрече уже велась перед боем с тяжеловесом Михаилом Кокляевым. Емельяненко заявил, готов драться по правилам бокса. Александр Шелеменко в свою очередь отметил, вызов он принимает. Неожиданно и приятно находиться в статусе вызываемого Александра Емельяненко на бой. Тем более, в последнее время к Александру выстрелилось уже целая очередь из тех, кто его вызывает на бой. Принимаю твой вызов по правилам ММА. Так что жду от тебя конкретики. Когда состоится поединок, пока неизвестно. Один из боев Емельяненко, который должен был пройти 3 апреля, уже перенесли на июль. Тем не менее, омский файтер готов идти в клетку в любое время. Напомню, в активе 35-летнего Александра Шелеменко 59 побед и чемпионский пояс «Беллатр» в среднем весе. И последнее. Мечам пообещали теплые весну и лето. Гидрометцентр России сообщает, средняя температура воздуха с апреля по сентябрь во всей стране ожидается в пределах нормы или немного выше. Так, к теплому апрелю следует подготовиться жителям северо-запада России, Урала и Сибири. Жарче обычного будет и в европейской части. Теплый май ждет столицу, центральную Россию, Забайкалье, Амурскую область и Якутию. А в июне погода особенно порадует уральцев и сибиряков. В июле-август прогнозируют синоптики будут в пределах климатической нормы. Все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках и на Ютьюбе. Найти их можно и на сайте 12-й канал.ру. Там же выкладываем полные выпуски программы «Час новостей». Оставайтесь с нами. Лон, салон эффективной косметики, консультация по домашнему уходу, скидка 20% на первый заказ. Омск Сайдинг Инвест. В честь юбилея неделя скидок. Телефон 999-222. Спонсор прогноза погоды и ПСИВКОВА Марина Балаканова на выставке продажа теплиц в Омске. Завтра, 26 марта, в Омске примена облачность без осадков. Температура воздуха ночью 9-10, мороза днем до минус 3. В районах облачно в ночные часы 6-7 градусов ниже 0, днем потеплеет до минус 2. Ветер юго-западный 7 метров в секунду. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Теплицы из поликарбоната. Выставка продажи теплицу в Омске. Крепкие, надежные, гарантируют. Большой ассортимент, привлекательные цены. Доставка и хранение бесплатно. В марте при покупке теплицы парник в подарок. Площадь у кит интерьера и континента. Подробности по телефону 50 50 23. Следующий выпуск смотрите в 17 часов. Хорошего дня! Субтитры создавал DimaTorzok